Набум 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 У нас сегодня в гостях Марк Анатольевич Захаров. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз лично я рада вас приветствовать в этой студии. И мы все как бы знаем вас, хоть и заочно, и могу честно сказать, что испытываем некоторую робость, поэтому вначале я могу процитировать слова одного вашего героя из одного вашего фильма, что может быть это не пудвиг, но что-то героическое, с моей стороны, в этом и есть. Я, во-первых, рада возможности поздравить ваш театр с предстоящим 70-летним юбилеем, потому что у нас другой такой возможности не будет, мы с вами не увидимся. И скажите, как вы готовитесь к своим праздникам, и будете ли вы высоко художественно руководить всем этим мероприятием? Я очень надеюсь на Александра Абдулова, который имеет большой опыт в организации разного рода празднеств, иногда безнадежных, такие как кинофестивали. Вот, тем не менее, ему это удается. Вас такая солидная дата не пугает, если будет дозволено, мне сказать, такое? Немножко пугает, вроде как наводит на грустные размышления, но с другой стороны, все равно театр мы молодой, потому что, в общем, на самом деле помещение-то одно, и было много театров в этом историческом здании. В 1927-м был организован Трамп, это был, кстати, оттуда вышел Николай Крючков, великий наш киноартист. Потом был театр Берсенева, это как бы другая организация. Потом был короткий, замечательный взлет Эфроса, это замечательная страница нашей истории. Потом были всякие неважненькие истории, страницы, вернее, истории. А потом, вот где-то в районе 1974 года, сформировался вот тот состав, примерно начал формироваться, который функционирует сейчас, ну, разумеется, с исключением совсем молодых артистов. Ведь, если я не ошибаюсь, на следующий год будет четверть века. Как вы пришли в этот театр? И говорите, да, это повод для премии квартальной. Буду требовать, хорошо, что вы мне напомнили. Как вы считаете, надо ли художественному руководителю театра дружить с властью? Вот это самый больной вопрос. И тут вот я прочел с большим интересом статью в часе пик. Старое вино, по-моему, старые меха. Где категорически требования просто к интеллигенции не то, что дружить, ненавидеть надо ее. И это наша традиция, родная, исконная, питаемая, так сказать, гением Чернышевского, который звал Русь к топору. И никакого контакта, который проявлял там Василий Жуковский, Эсперанский, Тютчев. Вот это направление. Сахаров шел на контакт, очень многое сделал для Ельцина. Но вы не ради себя, наверное, дружите, а ради театра. За вами очень много людей. Честно говоря, да, конечно. Я не скрываю, это есть тут какой-то момент. Я испытываю некоторую робость, потому что не так давно вы сидели по правой руке от президента. В Петербурге, кстати. Сегодня вы сидели по правой руке от меня. Я не смею сравнивать себя с президентом. Ну, тогда здесь надо Дмитрия Сергеевича Лихачева посидеть. Да, мысленно, мысленно. Чтобы точно ту мизансцену нам воспроизвести. Как вы считаете, за какие качества, помимо того, что вы, несомненно, очень известный человек в культуре, вас пригласили в президентский совет? Вы знаете, что, как бы сказать, у меня есть какие-то там достоинства. Иногда несколько было хороших статей, выступлений в защиту, так сказать, демократии, тех преобразований. Вот. А может быть, еще есть личное какое-то доброе отношение у Ельцина. Я никому это об этом не говорил. А сейчас в приступе дурной правды, есть такое замечательное выражение у Шукшина, и в приступе дурной правды он сказал ему, что его жена живет с агрономом. Вот мне это очень нравится выражение. В приступе дурной правды вам скажу, что когда Ельцин был выгнан, и, значит, со всех своих должностей, и был, так сказать, полностью выключен, и по всем нашим законам понятно, что человека больше не будет и не может быть, я позвонил ему и пригласил его на спектакль. Я помню, как он обрадовался, потому что я понимаю, что в такие дни телефон молчит. На всякий случай не звонит. Нет, я просто подумал, что хорошо, пусть придет в театр человек, которому москвичи испытывали большую, так сказать, большую симпатию, возлагали надеждой, которая очень нравилась людям. И это, так сказать, как меня учил Арбузов украсит зал. Украсит зал. Он мне всегда говорил, кто будет украшать зал. Вот я понял, что должен и Ельцин. И у нас какой-то состоялся, так сказать, ну, какой-то человеческий нормальный разговор. Вот, я помню, как он пошел пешком, как мы ему доставали какую-то машину, неудобную, очень для его роста, по-моему, запорожец. Как мы с трудом его заталкивали в эту запорожец. Я думаю, у него какое-то возникло чисто человеческое, может быть, отношение доброе. Я думаю, что это, конечно, не главный фактор, но в какой-то степени это тоже имеет. И это все, когда люди это все-таки помнят. У нас в программе есть традиция, и, вы знаете, до того, как гость приходит в эту студию, зритель, находящийся здесь, в этой студии, пытается составить его, ну, как бы, портрет, как они себе у вас представляют. Если вам интересно, я вам, даже если вам не очень интересно, я вам предложу вам ваше внимание. Очень интересно, я понял. Ну, как любой режиссер, он, конечно, должен быть деспотом. Это совершенно естественно. В отличие от сцены дома, он очень мягкий и очень внимательный семейник. Некоторые люди по своей внешности напоминают каких-то животных. Мне, например, кажется, что Марк Захаров похож на лиса. Мне кажется, что Марк Захаров очень строгий, сердитый режиссер. Марк Захаров – это один из тех великих режиссеров, посмотрев первые кадры фильма которого, мы сразу определяем, что это он. Мне кажется, что это о нем сказала Анна Ахматова, такие строчки. А в мире нет людей бесслезнее, надменнее и проще нас. Я считаю, что Марк Захаров – очень красивый мужчина, но если бы он еще похудел и накачал фигуру, было бы еще лучше. Мне кажется, Захаров решил поставить в Большом театре его первой карме, потому что у себя в театре, по-моему, все сказал. Ну, не все сказал, что хотел. Все равно, вот только что закончил «Варвара» и «Еретикапу», игроку Достоевского, и все равно уже роятся в голове другие идеи, другие мысли. И я думаю, пока буду жив и цел, чего-то буду выдавать некоторое время, ну, скажем, лет до 75, вот так. Дальше надо заканчивать с профессией. Это вы сейчас так говорите, мы проверим. Хорошо. А насчет характера, все-таки вы сами знаете, что вы производите впечатление мрачного человека, но, может быть, ваша профессия любит таких людей, вот, с мрачным миром? Ну, я себя успокаиваю, знаете, тем, что, я себя, конечно, не сравниваю с гениальными людьми, хотя вообще сравнивать себя надо и стремиться надо к каким-то... Ревной Копернику, они к мужу Марии Ивановны. Нет, вы знаете, вот, великие комики, великие комики все, большие комики, они все были занудливыми, мрачными, скучными людьми. Чарли Чаплина ненавидела вся Америка. Аркадий Сарчирайкин был ведь человек очень скучный, занудливый и какой-то совершенно никакой искрометности в жизни не дарил людям. Евгений Павлович Леонов, с которым мне посчастливилось много работать, был тоже такой самоед, вечно сомневающийся в себе, во мне, в том, что мы делаем в жизни, в каких-то аспектах творческих. И это, знаете, это, наверное, закономерность. Люди накапливают энергию, как-то расслабляются и преобразуются во что-то, в какую-то другую энергетическую структуру, чтобы потом на сцене или на площадке реализовать себя в полной и неожиданной мере. Это я себя успокаиваю этим, что я похож на... А на самом деле я, дескать, человек веселый и жизнерадостный, добрый. Мягкий. Добрый, мягкий, да. Мягкий, естественно, как руководитель коллектива я, ведь как коллектив строится, обязательно главный человек, он должен принимать только популярные решения, и когда к нему обращаются с какой-то просьбой, он должен выполнять. А должен быть один человек, от которого весь вред. У вас есть такой? Да. Который заврежиссерским управлением, который объявляет взыскания, который не отпускает на съемки, который вообще чинит всякие... И в государстве обязательно такой человек должен быть, обязательно, даже многие догадываются, кто сейчас такую роль играет в государстве, а главный человек, он должен быть таким дедушкой Морозом. Кто-то из ваших наставников старших, я боюсь ошибиться, Плучек, может быть, нет, говорил, что у актеров сложная психика, могут покусать. Не помню, кто говорил. Да, там точно. А я представляю, какая же психика у режиссёров, режиссёры тоже покусать могут. Да-да-да, он сравнивал с Укротителем, и поэтому, когда я недавно собрал на репетицию варвары, значит, броневой, с таким мрачным глазом на меня, хотя и любящим, вроде бы, Чурикова, там, Янковский, Джагарханян, который теперь работает в нашем театре, вот, значит, Абдулов, там, Збруев, и... Я, в общем, почувствовал некоторую вот такую растерянность, когда они начали что-то, что-то им там не стало не совсем нравиться в некоторых местах, что чем-то они начали что-то возражать, что естественное должно быть, потому что никакого абсолютного такого карабаса-барабаса я из себя никогда не строю, и за ниточки не дёргаю, всегда ищу какого-то этого. Но Плучик учил, значит, спиной к артистам не поворачиваться, укусить могут, могут укусить невзначай, вот, всё время быть рядом, чтобы был хлыст и парное мясо, вот, тут же подкармливать, и тут же знать, что могу дать сдачи, вот. Ну, у него какие-то были такие шуточные образные выражения, которыми я пользуюсь. Пользуюсь эти до сих пор. Да, вот он просил, значит, с актрисами встречаться только в репетиционном зале и на сцене, никакие единомышленницы, чтобы, значит, на другое пространство не посягали. Получается? Делать с собой, ну, в общем, получается, как-то так сказать, получается, 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 с грехом вполам получается. А как вы относитесь к романам в театре? Не к вашим, вообще к романам в театре? Ну, это естественное дело. Как без этого? Без этого невозможно. Значит, люди не живые, если нет романов. Должно что-то происходить. Должно. Но очень интересное чувство возникает, когда вот приглашаешь актрису, допустим, в театр, и актёра, там они знакомятся, женятся и рождается ребёнок. И тогда на этого ребёнка смотрят с большим интересом, понимая, что ты участвовал в его рождении. Это очень интересное чувство. Может быть, это и глупость какая-то, но и меня эта глупость иногда не покидает. И много у вас таких детей? Немного, но есть. Что сия значит? Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Она сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила её в один момент. В общем, все умерли. Говорят, на вас безумно интересно смотреть на репетиции. Я, к сожалению, не имела такой возможности. И у меня в связи с этим вот такой вопрос. Ведь вы актёр по образованию. Как вы считаете, Марк Захаров за эти 20 с лишним лет сильно вырос как актёр? Ну, вообще, какое-то, так сказать, подлое лицедейство во мне сидит. Поэтому я, так сказать, довольно долго маячил на экране, вот, в киносерпантине, пока не поймал себя, что я с ужасом смотрю на свою физиономию. И понял, что я самортизировался за несколько часов, что надо быстро уходить. Иначе, так сказать, некий спад интереса превратится в какое-то ненависть и неприятие. Я вам должен предупредить, как дорогого для меня человека, и к одному из лучших ведущих нашего центрального телевидения, что вообще, вот это лет пять, сколько вы ведёте программу? Три года осенью будет. А, ну, у вас ещё есть года два, по моим. Ужас. О, кошмар. Через пять лет наступает медленное раздражение. То есть человек амортизируется, он уже как в рентгене. За два года вам надо подготовить какой-то выход в продюсерскую деятельность. А потом можно вернуться, через некоторое время можно вернуться. Вы знаете, иностранные продюсеры, которые формируют биографию звезды, вот вы, телевизионная звезда, они вот понимают, что наступает какой-то критический момент, и вдруг организуют «Заболела». Отправляют на Канарские острова, вы там живёте. Пожалуйста, господа продюсеры, отправьте меня. И, значит, сообщают, стало немножко лучше, Никки. А, сейчас ухудшение. И вся страна следит. И потом через год вдруг она возвращается, и новый приток интереса. Это очень важно. Как у вас, блистательно, действительно, ум. А вы когда-нибудь продюсировали кого-нибудь? Мне надо денег очень много. У меня нету для того, чтобы продюсировать. Хотя это очень интересно. Вообще ваши советы дорогого стоят. У нас денег нет, сразу скажу. Но вообще дорогого стоят. Я дал один совет, и не скрою Чубайсу. Какое неудобно спрашивать? Нет, скажу честно, в приступе дурной правды скажу. Сказал Анатолий Борисович, вот вы очень опрометчиво поступили. Тогда газеты, кстати, на него обрушились наши, московские, московские мосомолицы. Он, сидя в президиуме, взял, вытащил компьютер маленький, нащепил ноутбук, и что-то там такое нащёлкал. И потом сказали, что это бездушность, это отвратительное вообще, вот это качество, как это можно во время работы компьютером. Я говорю, если бы вы, Анатолий Борисович, взяли бы химический карандаш, помыслили, и начали бы что-то писать, то отнеслись бы все с уважением и понимали бы, записывать какие-то свои мысли. Но вообще, я сказал, Анатолий Борисович, вам сейчас, вот чтобы для поднятия вашего рейтинга, необходимо организовать, ну, это не серьёзный совет, поэтому я думаю, он меня простит, если увидит случайно это на экране. Вам надо организовать утечку информации, что вы на пять дней запили в Череповце с деберем в бане. И что-то вы на этом потеряете, но вы приобретёте миллионы избирателей-поклонников. Он улыбнулся, сказал, может быть, я когда-нибудь воспользуюсь вашим советом. Вы знаете, у меня вот здесь вот лежит журнальчик, журнальчик, судя по всему, не новый, чуть моё сердце не новый, 87-й год. Марк Антонович, это вы в центре? Да, да, как ни странно. Марк Антонович, вы умеете играть на трубе? Нет, это имитация, подлая имитация, шутливая, шуточная, приставил к губам трубу и сделал вид, что играл. Понятно, а на гитаре вы тоже имитируете? Нет, не умею играть. Не умею, не умею. Ну вот, я думала, сейчас, у нас всё сегодня как-то, я на вас проверяю. Я с большим трудом, когда учился в театральном студии, я выучил, вот, долго ли мне гулять по свету, то в кибитке, то пешком. Вот такой у нас романс на стихе Пушкина. И очень, вот, мог, вот, просто выучил, как обезьяна, вот, играл. Вот, а у Ширвинда, ведь он учил, его, значит, заставляли родители учиться на скрипке. Вот, и мы с ним такие, у нас были музыкальные вторники. Мы могли только это играть. Он очень фальшиво играл на скрипке, а я это, и пел плохо. Вот, и люди близкие, которые присутствовали, покатывали лицо в смеху и всё время требовали этого повторения. Мы могли только это играть. Но со временем я немножко сейчас утратил, сейчас как-то попробовал, уже не помню, к сожалению. Для вас, естественно, не секрет, что про вас написано очень многое, и у вас есть своя замечательная книга, которую я, кстати, как читала вчера, так и забыла на кухне, но не суть. Так, меня расстроило одно. Масса подробностей творческих, мало подробностей жизненных. Вот такие, я бы сказала, такие сплошные безжизненные подробности. Вы не будете на меня очень серчать, если мы всё-таки поговорим о вас как о человеке, и чуть-чуть, может быть, о ваших привычках. Даже если осерчать, что вы можете сделать, Сануга? Самое, знаете, интересное, поучительное и загадочное в моей жизни, это я потом осознал. Я, как вот поступил в театральный институт, с трудом, с трудом. Потому что в Амхат меня, после десятилетки я поступал в 51-м году, меня даже до первого тура не допустили. А в театральном институте, в ГИТСе я, значит, прошёл. Но я каким-то был таким вторым эшелоном всегда. Я был каким-то пассивным таким москвичом. Вот, знаете, москвич, он, как правило, все люди, которые становятся, делают какую-то карьеру бурную, в театре тоже, в государстве, они все эти из Москвы. Москва, она во многой мудрости, много печали. Кто умножает познание, умножает скорбь. Москвичи, у них что-то обломовское берёт вверх. И я был вот таким москвичом, и меня в результате ни один театр не взял. И я вынужден был поехать в город Пермь по распределению, работать артистом. Вот, потом всякие случились дела. Громадную роль сыграло туда то, что туда приехала моя будущая жена, и мы там с ней поставили государство в известность о наших отношениях. Но я там приобрёл комплекс провинциала, в смысле того, что нужно бороться, нужно грызть зубами гранит, и надо рваться, и надо бить в одну, так сказать, точку. Вот я понял, что у меня к режиссуре есть некая склонность в студенческой самодеятельности. Я уже вернувшись в Москву, я вернулся другим человеком. Я поменял, может быть, свой биохимический состав. То есть москвича надо отправлять на пару лет в убивку? Да, 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 да. Какой хунмейбина хотели всех во время культурной революции, да, на перевоспитание. Нет, приобрёл, я приобрёл те качества, с которыми я бы, если бы я остался в Москве, я бы не стал бы режиссёром, я бы не сумел бы возглавлять театр, и я не приобрёл бы ту энергетику, которая вот мне, в общем, свойственна. Вы по-прежнему дружите с такими предстательными и весёлыми людьми в нашей стране, как Григорий Горин и Александр Ширин, правда? Да, да. Скажите, как интересно такой профессионал, как Григорий Горин, оценит ваше литературное творчество? Ну, он всегда мне говорит, как правило, вещи нелицеприятные, он очень строг, да, он многие вещи мои высмеивает идеи, многое говорит, что вот это вот вычеркни. А однажды, когда-то было, это давно было, я очень оценил такой мужественный акт он совершил, какая-то была программа телевизионная, ну, это лет 15 назад было давно, «Золотая рыбка», что ли, как-то это называлось. В общем, я склонился к тому, что я буду писать сценарий, какой-то развлекательной программы, я её написал, принёс Горину, Горин прочёл, был в ужасе, я сказал, ну, это очень хорошо платят, ну, мне же надо как-то, он сказал, ну, я у тебя покупаю это. Вот, вот, я готов это купить, только, пожалуйста, не надо это на телевидении. Но всё-таки это же невозможно постоянно жить проблемами театра, каких-то масса там дел, которые идут помимо творчества в театре. Нет, я ленюсь, я ленюсь, я ленюсь, я часто сижу, у меня такой кабинет в театре, я как-то об этом рассказывал, что двери стеклянные, потому что старинные, такой особняк, вот, наш купеческий клуб бывший. И я иногда так сажусь за стол, вижу, что уходят мимо артисты, смотрят, и сижу, так сказать, вот так вот, якобы думая, обдумывая, вообще судьбы искусства русского театрального, репертуарную политику театра. А на самом деле ни одной мысли в голове нету, и есть, так думаю, ещё немножко посижу, посижу, да и домой. Господи, зачем вам ходить каждый день в театр? Вы же сам себе голова. Вы можете позволить прогулять? Могу. Ой, какой счастье. И часто у вас пользуетесь? Не очень, там сразу совесть начинает мучить, потом что-то какое-то делаю, какие-то движения судорожные, потом мучаюсь. Ну, вообще, лениться, любить. Вот, знаете, замечательно в интервью недавно сказал Олег Ефремов, вот, почему он всё время работает? Он говорит, да я всё время работаю, чтобы потом ничего не делать. Ну, как только я что-то сделал, тут и опять что-то надо сделать, а потом, и вот это постоянное желание потом ничего не делать, оно очень, в общем, мне тоже свойственно. Вас считает большинство людей, ваших зрителей по вашим работам безусловным романтиком. Можем ли мы сказать, что действительно сейчас идёт эпоха романтизма Марка Захарова? Ну, вообще, вы знаете, так вот... Вы любите красивые слова громкие? Вот я вам так вот красиво. Ну, вы знаете, вот, когда, если вот, представьте, вот, занавес закрыт, открывается занавес и уже ремарка, вот, средняя, бедно обставленная московская квартира. Ну, ладно. Выходит человек, несчастный и несчастный, там, он, это самое, и встречает его второй ещё более несчастный. И начинают они говорить об ужасах их жизни. И мы это знаем, причём в более худших модификациях, как говорят. И, конечно, хочется какого-то, какого-то всё-таки, ну, если не праздника бездумного и глупого, и просто примитивного, то всё равно хочется какого-то действия, какого-то зрелища, какой-то театральной структуры. Всё-таки этот великий был человек у нас, Евгений Багетрионович Вахтангов, который в 22-м году, хуже, чем люди жили в 22-м году, наверное, придумать нельзя, придумал «Принцессу Турандот». Спектакль совершенно не связанный ни с революцией, ни с разрухой, ни с ужасами, значит, послереволюционных дел, а вот открывший вдруг новую совершенно страницу существования театра, новое театральное мышление. Поэтому вот в этом смысле хочется быть романтиком всегда. Вы когда-то говорили, в вашей книге я прочла, что главное в вашей работе услышать, ну, услышать голос и понять, какой он, твой голос. Какой он, ваш голос, Марк Антонович? Ну, он не скучный все-таки. Он не скучный, он связан с тем, что я все-таки люблю играть, как сказать, я люблю разрушать прогнозы зрительские. Я знаю, что люди очень любят обманываться. Вот получают радость, когда они ждут одно, а получается другое. И у меня такой спектакль, который мне все ставили в вину, диктатура совести Михаила Шатрова. Это, конечно, может, не очень хорошо сейчас вспоминать об этом, не принято. Но, тем не менее, я очень горжусь тем, что мы открывали занавес, и начинался в старых декорациях 30-х годов, такой заунывный какой-то, что-то такое. И вот точно я по секундомеру, по ощущению, вот определял, когда люди все начинали жалеть, что они пришли. И вот в тот момент, когда 90% зрителей понимало, что они зря пришли смотреть Шатрова, тогда у нас падал по-настоящему, разбивалась люстра, падали стены, взрывался весь спектакль, и совершенно начиналось другое эстетическое и идейное существование на сцене. И все понимали, что не зря, все-таки не зря. Хитрец, хитрец. И вот такой обман, он дорог для зрителей. Зритель радуется, когда его так обманывают. Должен предупредить, гости мои беспокойные, я страшный человек. Да? Тиран-деспот, коварен, капризен, злопамятен. Кто-нибудь поди сюда, ну ты, ну поди сюда, я говорю. Ну? Здорово ощущение. Видите? Здравствуйте. Что делаю? Вот. И самое обидное, не я в этом виноват. Правда? Правда. Ну иди, все, свободен. Не виноват. Предки виноваты. Вообще с режиссером сложно разговаривать, особенно с вами, когда знаешь, опять-таки по вашей книге, по вашим статьям, что вы в своих спектаклях нуждаетесь, не знаю, любите, ищите тонкий, продуманный финал. Вот я сижу здесь, и никакой тонкий, продуманный финал мне в голову просто не приходит. Можете мне помочь? Такие задачи сложные ставить, очень трудно. Если бы мы могли бы с вами правильно и чисто спеть Глиера. Есть только со зрителями. Боюсь, что не получится. Сложная музыка. Хотя прекрасна. Та-там-там-там-т-ДА-ДА-ТИ-ДА-ТА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДИ-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА- ДА-ДА-ДА-ДА-ДА. И голос. Вот тут вот у меня тоже наступает. До этого момента я тоже могу. Мы будем репетировать. Да. И как только отрепетируем этот финал непременно вам как-нибудь в следующий раз. Это будет вторая серия нашей встречи. Я надеюсь. Мне неудобно было как бы сказать, но я надеюсь. Сегодня у нас в гостях был представительный собеседник, великий романтик, великий обманщик Марк Анатольевич Захаров. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо. Марку Анатольевичу Захарову остается только мечтать об отдыхе. Сегодня вы в центре внимания, а это дополнительные хлопоты. Что ж, семье придется потерпеть. Ваши домашние заботы уходят в ближайший месяц на второй план. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok